Здравствуйте, друзья! Сегодня пишем портрет Деда Мороза, потому что без него никуда. Потому что праздник без Деда Мороза это не праздник, поэтому рисунок должен быть у всех, у каждого. Рисуем простого Деда Мороза, с которым справятся абсолютно все. Смотрите, что у нас по палитре. По палитре у нас, конечно, много белого, и он в центре, и он лежит просто такой хорошей кучкой сугробика. Я взяла охру, я взяла красный, но видите, у меня два красных, вот два красных, один красный, другой малиновый, но вы можете, в принципе, обойтись одним красным. Также у меня черная добавка, и у меня два, две холодные краски, это синяя и изумрудная, но опять-таки можно обойтись одной синей краской. Давайте приступим. И первый замес, который мы делаем, я, как всегда, пишу на формате А4. Кисточки возьмите удобные для вас. И делаем замес белого с охрой. Нежный-нежный вот такой вот замесик. Посмотрите, вот прям очень-очень нежный. В этот замес мы капельку добавляем красного. Ну, прям чуть-чуть. Это будет лицо Деда Мороза. Вот такой он у нас немножечко даже загореленький, розово-загорелый Дед Мороз. Конечно, к нам он пришел уже в зимний период, а поэтому, помните, мультфильм Дед Мороз и лето, а там он где-то отдыхал. И в самом центре нашего рисуночка давайте сделаем кружочек. Кружочек. Смотрите, кружочек может быть просто вот вообще неровненький. Вот неровненький. Мы сделаем такой фокус-фокус, что мы все эти неровности уберем. Просто уберем. Они не будут видны. Поэтому, что у вас получится? Какой кружочек у вас выйдет? Такой и хорошо. Вот, видите, даже у меня сегодня неровный кружочек. И я, если говорить честно, его и вообще не буду поправлять. Теперь мы добавим шубку нашего Деда Мороза. Ну, пусть она будет красная, пусть она будет малиновая. Какую хотите. Так, а это вот, посмотрите, я вот так вот прямо сделаю. Вот так раз и раз. Вот, и вот так вот закрашу эту шубку. Кисточка у меня круглая синтетика. Я люблю работать синтетическими кистями. И у меня очень много синтетических кистей разных-разных размеров. Поэтому я вам советую их прикупить. Так, вот закрасили. А теперь сделаем, давайте, волшебный фон. Пока здесь ничего не будем делать. Вот у нас вот такой вот шарик прекрасного, прям телесного цвета на красной ножке. И этот шарик мы сейчас и сделаем подмалевок фона синим и изумрудным. Так, посмотрите, вот так вот сначала сделайте как бы обводку, а дальше уже закрашиваете то изумрудным, то синим. Давайте так и сделаем. Так, посмотрите, волшебная ночь у меня готова. Ну, еще не совсем готова, но уже подмалевок для волшебной ночи есть. Теперь давайте сделаем глазки нашему Деду Морозу. Будем вот из этого шарика на ножке на красной все-таки вырисовывать и находить нашего дедушку. Ну, посмотрите. Возьмите тоненькую кисточку, возьмите белила. И примерно на середине определите, где будут глазки. Я вот примерно ставлю, и вот на середине, ну, как бы линия такая, я ее прорисовывать не буду, примерно это сделаете. Тут даже не важно, если вы немножечко, капельку ошибетесь. Вот так вот. Теперь посмотрите, что вы делаете. Вам нужно взять колпачок, вот такой вот колпачок. Посмотрите. И этим колпачком помочь себе и нарисовать глазки. Вы берете синий и синим обводите край этого колпачка. Прямо реально обводите. И там, где у вас засечки на глазки, вы прямо ставите. Раз, глазик. Не надо, чтобы это было, ну, четко-четко прям видно. Не надо. Вот вы контур увидели, и все, и этого вполне достаточно. И с другой стороны также поставили. Вот глазки у нас есть. Колпачок нам помог. Я вам советую обзавестись вот этим вот колпачком. Он у меня от какого-то спрея от назального. Так, и теперь посмотрите, очень удобно мне закрасить синим цветом вот эти вот кружочки. То есть я не буду мучиться с глазками. Я не буду мучиться с тем, ровные ли они. Я не буду ничего перерисовывать. Все, у меня все есть, все готово. И другой глазик я сделаю точно так же. Здесь важна тоненькая кисточка. У меня опять-таки синтетика. Вот. И вот так вот. Вот смотрите, эти глазки. Синенькие у Деда Мороза льдинки. Они готовы. Если вы слышите тут поскрипывание и посапывание, то это, конечно, помощь моего кота. Как только я начинаю рисовать, тут как тут, мой кот Мартин. Просто. Хорошо, что он сейчас не в камеру залез. Так, нарисовали. Теперь. Вот сейчас вот, извините, он будет есть коржики. Сейчас это будет раздаваться в веселое хрупанье. Ну ладно, это нас не будет отвлекать. Теперь посмотрите. Мы возьмем другой колпачочек побольше. Вот я взяла побольше. Видите, вот он побольше. И с его помощью я нарисую носик. Опять-таки я края обведу. И поставлю носик в центре, чуть-чуть пониже глазиков. Вот так вот. Раз. Вот сейчас у меня получается как клоун. Ну и ладно, пока это ладно. Вот вообще так интересно, да? Тут кружочки, там кружочки. А в результате этих трех кружочков у нас с вами должен получиться Дедушка Мороз. Ну сейчас посмотрим, получится он у нас или нет. Ну понятно, что у Деда Мороза, Дед Мороз красный нос. У него не такой красный носик. Я немножко, посмотрите, капельку-капельку. Ну у меня малиновый есть, что вот он лежит. И я совсем-совсем капельку, вот я решила, что у меня у Деда Мороза нос будет вот такой вот малиновый. Я смешаю с красным. И этот носик, он же не круглый. Я его нарисую вот такой картошечкой. Посмотрите, то есть из кружочка мне нужно добавить пару мазков. И у меня получается вот носишка у Деда Мороза. Пусть он пока сохнет. А я наведу щечки. Что нужно для щечек? Но бывает так, что у вас есть вот такая вот, посмотрите. Вот такая тоже кисточка. Эта кисточка вообще универсальная. Она и для батика, для росписи по ткани. Она для всего. Если у вас такой кисточки нет, вообще ничего страшного. Вы берете обычную губку и из губки делаете вот такой вот, ну вот, такой цилиндрик. Видите? И этот цилиндрик нам сейчас поможет. Я не буду этой губочкой делать. Вот я просто вам сказала, что она есть, она вообще недорогая. Посмотрите, еще больше вот в этот замес, который у меня для носика, я добавлю беленького. Вот, прям такие нежные щечки будут. И помажу эту губочку. Прям помажу. Так. И намечу щечки. Вот они здесь у меня будут почти под глазками с одной и с другой стороны. Вот такие. Видны вам щечки, да? Вот. Мне кажется, видны эти щечки. Ну, давайте я их сделаю чуть-чуть поярче. Все-таки человек на морозе долгое время находится. Вот. Поэтому тут вот не до нежных таких вот поросячьих щечек. А вот прям вот так вот я сделаю. Вот даже смотрите, как красиво получилось. Вот так вот. Все, отлично. Теперь, посмотрите. Нам нужно взять, и пока глазки сохнут, я с ними пока ничего делать не буду. Но я сделаю замес голубого. Просто вот реально много-много нужно сделать замеса голубого. Белый, синий. Вот такой достаточно хороший, активный голубой. Что мы будем делать этим голубым цветом? А этим голубым цветом мы сейчас сделаем подмалевок наш... Ну, подмалевок бороды Дедушки Мороза. Посмотрите. Прям я вот так вот примакиваю. Прям носик. Можно немножко щечки обойти. Так, у меня вот здесь вот капля капнула. Сейчас я ее уберу, иначе у меня все растечется. И вот так вот кисточкой, прям нанося достаточно много краски, я и вывожу бороду Деда Мороза. Я ее поднимаю вверх, потому что у него борода плавно перерастает в волосы, в бакенбарды и волосы на голове. И вот так вот. Прям кисточку для этого возьмите достаточно широкую. И тут уж, знаете, вот ваша фантазия. Какого размера и какой ширины вот эта вот борода. И это уж вообще, я не знаю, как хотите, тут наслаждайтесь. Пусть она будет длинная, пусть она будет... Ну, лучше ее сделать длинную. То, что я хочу, вот то, что я наметила сделать Дедушку Мороза. Вот он какой, смотрите. Он такой вообще славный, правда. Еще не прорисованный, а уже такой вообще какой-то смешной вот этот вот Дед Мороз. Давайте пока сохнет наша борода, мы сейчас нарисуем шапку. Шапка у Деда Мороза будет вот такая. Я немножко в тот замес, которым я делала бороду. Можно этот же замес использовать. Но я немножко беленького добавила. И так как шапка, ребята, одевается на голову, то и смело прорисовывайте ее вот на голове. Мы закрываем широкой кисточкой голову. Не ставьте ее сильно вот здесь вниз. Давайте сделаем, знаете что? Давайте вот так сделаем. Мы сначала нарисуем Дедушке Морозу, мы сначала нарисуем брови. Тогда вам легче будет проводить линию шапки. А брови это просто беленькие облачка. Вот так вот поставьте эти белые облака над дедушкой, над дедушкиными глазками. Хотела сказать прямо над дедушкой. Нет, над глазками поставьте. Над глазами. Вот так вот тоже кисточкой примакивайте. Прям у нас сегодня метод сплошного точкования. Вот так вот. И теперь, и теперь мы продолжаем рисовать шапку. Вот она, здесь шапка, здесь шапка. Она на голове, поэтому она меховая, поэтому она даже будет и поболее. Вот поболее эта шапка. И то же самое. Этим же способом, этим же методом вы показываете мех. Посмотрите, у меня ничего не течет. А это говорит о том, что я работаю только красками. То есть кисточку я очень хорошо прям вытерла. Она у меня почти полусухая, эта кисточка. И вот таким вот образом я намечаю шапочку. Но шапка у нас будет с вами красненькая. Вы хотите? Можно сделать прямо шапку реального нашего Деда Мороза. Хотите? Можно прямо Санта Клауса делать. Тут у кого вообще что получится. Главное, чтобы это был Дед Мороз. И не важно уж там какое имя он носит. Смотрите. Я беру малиновый или красный. Я вот просто чисто взяла малиновый. Я никакого замеса не делаю. Вот он у меня малиновый. И посмотрите. Я от этой шапки, я рисую вот такую вот радугу. Вот такая вот радуга. Но эту радугу я потом превращаю в колпачок. Но мне хочется колпачок. Посмотрите. Одну сторону этой радуги я поднимаю вверх. И опускаю вниз. Вот так вот. И этот колпачок возвращаю сюда. Вот вам колпачок. Всегда у детишек возникает проблема с этим колпачком. Ничего тут такого нет. Сначала делайте радугу, потом два движения кисточкой. И ваш колпачок, вернее колпачок Деда Мороза готов. Закрасьте его, немножечко заходя на беленький мех. Или не заходя на беленький мех. Так. Но посмотрите. Этим же малиновым. Так, пусть здесь все пока сохнет. Этим же малиновым у нас получается очень мощная, такая очень хорошая. Получается голова в шапке. А здесь у нас получается что-то такое очень худенькое. Дед Мороз худеньким-то никогда не был и не будет. Поэтому мы малиновым цветом доделываем ему рукава его шикарной красной шубки. Прямо вот так вот два движения кисточкой проделайте. Вот так вот. Видите, как хорошо у нас просто малиновый. Он еще ложится на синий и изумрудный. И получается такой вот теневой цвет. И сейчас у нас с вами выходит очень классный Дед Мороз. Вот так, прям поглоти все тут. Вот так, отлично. Теперь посмотрите. Вот у меня большая кисточка. Она пока у меня... Я ее не помыла. Честно говоря, я так вот вообще редко мою кисточки. Я как-то так вот... Ну, конечно, я их мою. Конечно, мою. Но стараюсь вот один цвет использовать по максимуму. Да? Вот прям везде. Посмотрите, я немножечко добавлю вот сюда волосиков. Вот волосиков Деда Мороза. О, уже Дедушка вырисовывается. Правда? Уже хорошо. Теперь посмотрите, пожалуйста. Нам осталось нарисовать глазки. Пусть он на нас смотрит, Дедушка Мороз. Так, кот решил поесть и решил проверить, что тут вообще происходит. Поэтому, если в рисунках есть присутствие кота, то вы знаете, он вместе с нами. И я его пока убирать не могу, потому что котовасия есть котовасия. Вот. Он сейчас ляжет, он сейчас ляжет и будет спокойненько лежать. Итак, мы берем тоненькую кисточку. И тоненькой кисточкой я рисую зрачки Дедушки Мороза. Что мне здесь нужно? Мне нужно нарисовать всего лишь навсего. Вот в этих кружочках мне нужно нарисовать черные кружочки. Черные кружочки. Это зрачки. Прямо зрачки рисуйте. Неважно, если они будут у вас там разные. Я все понимаю. Иногда это трудно рисовать. Но чем больше мы рисуем, тем лучше у нас с вами получается. Так, этой же кисточкой синим цветом можно рисовать, можно не рисовать. Смотрите, я беру и над глазками я провожу вот такие вот линии. Вот так вот провела. Раз, верхние веки. Получились прекрасно. Кто не уверен, возьмите эти верхние веки, вы знаете, как сделать. Провести цветным карандашом, провести маркером то, что есть у вас под руками. Вот. А можно и вообще без верхних век работать. Все равно это будет прекрасный и любимый всеми нами Дедушка Мороз. Так. Берем белый и ставим блики. Сейчас он на нас будет смотреть. Вот сейчас мы скажем, здравствуй, Дедушка. Вот так. Вот, посмотрите. Все, он на нас смотрит. Мы рады, мы счастливы, что он вместе с нами. На носике блик вот такой вот хорошенький. И смотрите, что я делаю сразу, пока я вот не забыла. Пока я это все помню. Я возьму и проведу ему просто чистой охрой вот такие вот лучики. Лучики морщинок. Это же Дедушка Старый. Только смотрите, они будут маленькие для того, чтобы не показались ресничками. Здесь я не буду делать реснички. И между лучиками морщинок я вот капельку беленьким проведу. Тогда точно покажется, что это вот морщинки. А теперь нам осталось всего с вами ничего. У нас все уже подсохло. Мы тоненькой кисточкой, можно розовым, а можно белым, мы сейчас вот здесь вот прорисуем, вот прям бело-розовым, прорисуем складочки. Вот так вот складки. Мы прорисуем капельку, выделим свет на шапочке. Мы сейчас нарисуем прям тоненькой кисточкой. Можно помпончик прорисовать, вот такой вот хорошенький. А он розовый, он беленький. Он от красной шапки отливает вот таким вот розовым. Вот, посмотрите. И теперь самое интересное, самое классное, что нужно тоненькую кисточку взять белый цвет. Прям хорошо ее помойте. Возьмите белый, вот отодвиньте его и немножко добавьте туда воды, чтобы кисточкой можно было делать красивые морозные узоры. Мы сейчас бороду сделаем как морозные узоры. И приступили, посмотрите, вот от центра мы рисуем, как у нас получится, как возьмет рука вот такие завитушки, закрутежки какие-то. Посмотрите, то, что бывает на окнах. Прямо рисуйте смело, что, какие узоры вам нравятся. С одной стороны, с другой стороны. Для этого кисточка должна быть тоненькая, а краска, которой вы рисуете, должна быть влажная. Чтобы какие узоры вы не нарисовали. Все будет очень здорово. Тренируйте руку. Тренируйте. Смотрите, какие у меня тут классные вообще узорчики наводятся. Вот для этого нам нужен был достаточно плотный и темно-синий подмалевок, чтобы белые узоры... Не знаю, бороды, да, конечно, бороды. Белые узоры вот эти вот снега, белые узоры... Такая изморозьбива бывает на окнах, правда? Вот прям ракушки какие-то крутите. Они сами у вас соединятся между собой. Сами просто выводите их сюда. Прямо какие-то длинные прядки. Вот, они могут быть толще, они могут быть тоньше. Но у нас вот получается очень классно, правда? Прямо очень хорошо. Я же говорю, этот Дед Мороз, он очень-очень легкий. Его могут нарисовать все, все-все-все. Поэтому давайте, пусть он у нас будет. Пусть этот Дед Мороз присутствует в нашей жизни. А Дед Мороз это же волшебство. О, тут этими узорами можно, смотрите, я просто кисточкой примакиваю. Тут вообще у меня какая-то роспись уже пошла. Вот такая вот красивая роспись. Вот. Ну, насладилась я, насладилась. И точно так же давайте я сделаю... Ну, здесь я роспись делать не буду, но меховую шапочку я просто пройдусь вот такими маленькими волнами в разных направлениях. И вниз, и вообще вверх, и сверху, и снизу. Вот так вот. Я хочу показать небольшую тень от шапочки. Поэтому я мешаю красный и синий. У меня получается фиолетовый. Но это слишком активный фиолетовый. Добавьте сюда беленького, беленького. Получите вот такой прям теневой какой-то фиолетовый. И этим теневым фиолетовым немножечко проведите границу под шапочкой. Вот так вот. Мы немножечко сейчас покажем тень вот здесь вот в меховой шапочке. То есть этой же вот, этим же замесом фиолетовым. Кое-где просто подчеркните вот эти вот волны, которые мы сделали на шапке. Если получается вот очень слишком, да, я вот вижу, что немножечко прям как-то многовато у меня тут волн. Они иногда, знаете, могут быть похожи на каких-то червячков. Поэтому постарайтесь, чтобы это вот было, ну, достаточно изящно. А, вот так вот. Вот это вот, вот хорошо. Ну вот, смотрите, очень славный у нас Дед Мороз готов. Мне хочется ему ротик нарисовать. Просто реально ротик рисовать. Понятно, что черным ротик мы рисовать не будем. И красным мы не будем рисовать. А вот розовым очень-очень достойный будет хороший ротик. Не рисуйте его очень большим. А вот такой вот милый ротик прям сразу под носиком. Смотрите, вот такой милый рот. И Дед Мороз нам улыбается. И он, по-моему, очень-очень славный получился. Давайте сделаем антуражик. То есть мы сделаем сейчас звездочки. Мы сделаем наброск. И все у нас хорошо. И Дед Мороз уже в нашем с вами доме. Возьмите тоненькую кисточку. Нарисуйте, пожалуйста, красивые там снежинки, звезды. Украсьте шубку, украсьте шапку. Вот такими звездочками. Прямо разбросайте. Звездочки это, снежинки это. Не важно. Ощущение таинственности. Ощущение праздника должно обязательно быть вместе с нами. Вот. И знаете, вот своими этими рисунками, да? Вот, которые вы рисуете вместе со мной. Этот праздник приближается к нам. И нам вот от таких вот рисуночков становится просто здорово. Ну что, наброск? Я люблю брать. Можно, конечно, пожалуйста, берите зубную щеточку. Берите, ну, то, что вам удобно. Я всегда беру две кисточки. Немножечко вот сейчас я возьму беленького. Он у меня розовый получился. Ладно. И набрызкиваем. И делаем наброск. Вот. И даже если этот наброск попадает на дедушку Мороза, на его лицо, ничего страшного нету. Все получается очень здорово и очень классно. Вот так. Вот такой Дед Мороз у меня получился. Смотрите, какой он славный. Смотрите, какой он хороший. Вот у меня еще один Дед Мороз. У вас может быть один Дед Мороз дома. А у меня два Деда Мороза дома. Посмотрите. Они оба очень милые. Очень-очень славные. Ну, значит, у меня будет в два раза больше подарков. Я советую всем нарисовать не одного Деда Мороза, а несколько. Пусть подарочков будет побольше. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. До новых встреч. Еще увидимся.